Друзья, наш диалог с Андреем Дмитруком «О любви говорят» вызвал очень такой нешуточный интерес. Звонили, писали, реже комментировали, поэтому в продолжении этой темы сегодня мы разговариваем с Сергеем Ветровым. И вообще к этому диалогу мы будем приглашать в основном мужчин, постараемся. Остаться и найти женщин, которые захотят об этом поговорить. Но преимущественно нас-то интересует позиция мужчин, как в женском клубе. Поэтому, Серёжа, сегодня тебе предстоит этот непростой диалог «О любви говорят». И, наверное, я для начала дискуссии предоставлю слово именно тебе. Вот что ты можешь сказать, насколько эта тема важна. И вообще, мужчина твоего возраста, что это в любви? Любит, влюбляется. Я так думаю, что мужчины вообще влюбляются очень часто, постоянно и в любом возрасте. Но женщины, есть же такое понятие, как «единственная женщина» и влюблённость. Что это? Расскажи. Хороший вопрос. По большому счёту человек живёт, по-настоящему живёт, когда любит. Что это за любовь? В каком развороте? Кому? Во что? К жизни? К человеку? К увлечению какому-то? Да? Когда ты ощущаешь эту жизнь? Тема вечная, тема всегда, тема главная, наверное. Я когда-то попытался понять, да? Я когда-то попытался найти определение любви в словаре. Я перерыл много словарей. Нет нигде. Вот просто понятия любви нет в словаре. Ну, наконец-то нашёл в философском словаре. Там было сказано так. Любовь – это чувство самоотверженной, сердечной привязанности. Мне понравилось это определение. Хотя, понятно, нельзя, да, никаким определением это понятие, это чувство охватить. Но вот какой-то разворот. Это чувство. Это прежде всего. Это чувство, чувственность. Это то, что вот в сердце, то, что возникает, и это тебе даётся свыше. Ты не можешь это запрограммировать, организовать, управлять этим. Оно тобой управляет. Да, вот тут диалог между тобой и этим чувством. Удастся тебе этот диалог выстроить? Получится ли тебе рассказать миру в рамках этого диалога? Значит, тогда вот настоящее. Вот самоотверженной. Потому что ради любимого человека ты действительно готов на многое, на всё порой. Привязанности сердечной. Это действительно сердце. И ты привязываешься. Это зависимость. Но это такая хорошая зависимость. Может, из всего ряда зависимости она самая такая прекрасная. И в этом смысле Маяковский. Самый лиричный поэт, самый лирический поэт, казалось бы, Маяковский. Но он, мама, ваш сын прекрасно болен. У него пожар сердца. Ну, понимаешь, Серёж, тут ситуация такая, ну, как для меня, непростая в плане чего. Я всегда считала, что мужчина больнее переживает любовь, чем женщина. Казалось бы, мы готовы жить чувствами всегда. Мы готовы вообще от всего отказаться женщиной. И, как правило, любовь для нас – это то, чем мы готовы жить всегда. Я говорил, что расставание – это трагедия, ссоры – это трагедия, посмотрел и не заметил трагедия и так далее. Но, тем не менее, я почему-то всегда была убеждена, что мужчина переживает это сильнее, чем женщина. И защищается от этого всегда. У меня было всегда такое представление, что в юности мальчики и молодые юноши, и молодые очень мужчины, они стремятся выстроить какой-то план жизни и отношений в любви. Вот это вот стремление построить, да, оно мне всегда было смешным, потому что я понимала, что это невозможно построить, это всё крушится сразу, как планы любые наши разрушаются. Сбываются только мечты, если ты действительно понимаешь, что это мечта настоящая, что это мечта сердца души и ума, и что это мечта, о которой ты можешь попросить и Бога, и мира, и женщины. Тогда такая мечта сбывается. Но мужчина в моём представлении в любви максималичен, всегда максималист. И никогда не может отказаться от собственных планов. И если любовь начинает эти планы разрушать, он готов отказаться от любви, или хотя бы постараться от неё отказаться. Ещё мне вот слово «привязанность», оно мне вообще не нравится. Вот оно мне не нравится. Даже если это какая-то такая высшая привязанность или что-то ещё, но она, на мой взгляд… Человеку свободному, да, и вдруг привязанность. Вдруг привязанность… Ну, привязываемся мы к каким-то вещам, к животным, к людям, к обстоятельствам. Даже к рабочему коллективу мы можем привязаться, да, если там выстраиваются какие-то отношения дружбы. Но мужчина и женщина, на мой взгляд, привязанность, она возможна только в семье. Вот я так считаю, что это так. И у меня к тебе первый коварный вопрос. Наверное, ты имеешь какую-то историю отношений с женщиной в семье, то есть вместе под одной крышей на протяжении какого-то периода времени. И, наверное, ты имеешь историю отношений с женщиной без семьи, без одной крыши над головой, без общего хозяйства. Это, наверное, всё-таки очень разные отношения. В чём разница? И где быстрее может родиться привязанность? Понятно. Так, ну, во времени это всё разносится. Естественно. Отношения женщины вне семьи – это было до того. Отношения женщины в семье сейчас. Но в целом, я сейчас беру не себя, в целом, как бы мужчин, понятно, бывает по-разному. И в этом смысле я сейчас не только в своём опыте, а потому что много общаемся. Мы мужчины тоже общаемся. У нас тоже свои секреты, вот, мужские. Да вы ещё такие сплетники женщинам и не снилось. Да, я вот с одним случаем вспомню, сейчас его чуть ниже приведу. Но сначала на вопрос. Это и разное, и общее. Разное, потому что есть некие обстоятельства, есть обязательства, есть условности, хорошие условности, нормы, да, вот в жизни, да, и поэтому это одна сторона процесса. А вторая сторона процесса – это само чувство любви, и оно вне обстоятельств, вне норм, вне каких-то, так сказать, правил. Вот оно живёт. И каждая любовь, наверное, проживает свою жизнь, и каждая индивидуальная, удивительная и неповторимая. Вот, поэтому вот сравнивать здесь, наверное, нельзя. Почему нельзя? Ну, потому что это разное. Это разное. Ну, готовы же мужчины отказаться от одного разного в пользу другого разного? Вот же в чём вопрос. Более того, если бы это готовы были делать только мужчины. Нет, женщины ведь тоже. Здесь есть, мне кажется, вот одна ловушка, и один как бы неправильный, ну не то, что неправильный, а вот ход не туда. Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что вот мы сейчас что пытаемся? Обобщить и сделать какой-то вывод. Как вот мужчины вообще, или чаще, да, или вот среднестатистически, в этой ситуации, в этой ситуации? Не бывает. Серёжа, как раз я не хочу вообще… Нет, каждая как бы ситуация очень конкретная. И в каждой ситуации масса факторов, нюансов, деталей и тонкостей, которые определяют конечный результат. И в данном случае нельзя сказать, вот тут правильно, а тут неправильно. Так, это вот я когда-то сказал, пришла такая мысль, да, чтобы понять человека, нужно приблизиться к размеру его жизни. Вот мы не можем понять человека, зная о нём очень многое. Ты проживи его жизнь полностью. Ты пройди через все его встречи, случаи, там, ситуации и так далее. Только тогда, может быть, ты сможешь понять его поступки, его действия. Поэтому вот я за уникальность и за всяческий как бы уход от… Вот в этом я вижу очень серьёзную хитрость мужскую. Потому что какие бы ни были мы уникальны, но на самом деле все эти ситуации и отношения развиваются по совершенно стандартным четырём схему. Ты либо живёшь в семье, ты привязан, ты развиваешь свои семейные отношения, либо ты уходишь из семьи, либо ты совмещаешь семью и романы, да, либо ты даже не создаёшь семью. Вот эти четыре схемы. И вот вся наша уникальность, она сводится вот к этим четырём схемам, несмотря на то, что мы разные, проживи там жизнь. Поэтому вот даже в дискуссии с Андреем я не хотела бы обобщать и не хочу обобщать. Я не говорю, как поступают все женщины или как поступают все мужчины. Они каждый поступают по своему. Просто результаты вкладываются вот в эту схему. Здесь есть один момент. О себе. Вот о себе. Это будет очень интересно. Нет, сейчас. Я сейчас один момент. Вот то, что четыре вот эти ситуации, о которых ты сказала, это всегда взгляд со стороны. Это внешний взгляд. И внешний, и вот тут семья, и только семья, а вот тут семья и на стороне что-то, и так далее. И они как бы ложатся в одну коробочку. Если ты посмотришь изнутри, там совершенно всё может быть по-разному. Это понятно. И поэтому вот тут уже это с этим, а это уже не с этим согласуется. Поэтому мы всегда ценим, оцениваем извне и выделяем четыре типа. И так они видятся. И живя внутри, я должен держать эту внешнюю рамку. Я должен понимать, что я живу в мире. Друзья, знакомые, они видят одну из этих, один из этих вариантов. Но одновременно я нахожусь внутри. И есть внутри отношения, внутри путь, внутри ситуация, конкретная история. И она уникальна и удивительна. Каждая. Но самое главное, к чему, наверное, нужно стремиться, чтобы в каждой из этих ситуаций, которая извне одна из четырёх, ты должен проживать так, чтобы, ну вот я бы сказал так, была чистота в твоих отношениях. Второе, чтобы ты, чтобы это всегда было взаимно, твои чувства, да, не навязывать что-то, да, вот насильно, да, здесь всё должно быть очень естественно. Чтобы это, ну, не приносило страданий, бед близким тебе людям. То есть вот выстраивать, удерживать вот эту ситуацию. И опять же, нельзя правила вычленить. Я думаю, вот мой, как бы, я об этом часто говорю, да, как бы жизненное правило, я говорю, это главный закон жизни. Что главный закон жизни – выход есть всегда. Вот всегда можно найти выход, когда люди не страдают, но остаются счастливыми или достигают чего-то, чего бы хотели. Найти его очень сложно, очень непросто. Нам мешают наши комплексы, наши предыдущие истории, мы к ним привязаны, так, некие стереотипы, которые всё равно в нас живут. Вот попытаться уйти от этого, уйти от стереотипов, от истории, от каких-то норм формальностей. А что для этого надо сделать? Нужно себя понять. Мы меняемся, поэтому вчувствоваться в себя, понять, какой я сейчас, здесь и сейчас, так, что для меня важно, исходя из этого, и требуя от другого человека такого же правды, искренности, честности, да, вот в своих отношениях, в своих чувствах, попытаться найти вот эту вот, ну, такую тропиночку, по которой нужно пройти. Она всегда есть. Я не верю в то, что умирание любви, разрыв отношений и даже уход к новому, может быть, лучшему для себя, бывает без страданий. Вот для меня любовь – это чувство, вообще-то вот та энергия, которая переполнена абсолютно всеми, всеми без исключения переживаниями и чувствованиями. То есть это обязательно боль, это обязательно счастье, это обязательно наслаждение, это обязательно горечь и разочарование, это обязательно потеря, обязательно страдания. Даже если человек этого не осознаёт или не готовы показать. Поэтому, когда я говорю, что хочу уходить от стереотипов и остаться в формате нашего разнообразия, здесь очень важно обращаться к своему личному опыту. Я не хочу ссылаться на тысячи примеров, скажем, того, что видела я, но я к ним обязательно обращаюсь. И я их привожу, эти примеры. Почему? Потому что мой взгляд со стороны, он важен и для меня самой, и для людей, которые, может быть, не понимают, как их отношения выглядят со стороны. А как раз со стороны оно виднее. Вот я приведу тебе простой пример из своей личной жизни. когда я почувствовала, что я, скажем, не люблю мужчину, да, мужа, с которым я прожила очень много лет. Это привязанность, это семья, это огромная история отношений. Но сказать, что я его не люблю, или почувствовать, что я не люблю, вот осознать это на таком уровне, да, это было очень больно. Казалось бы, я разлюбила, но мне было очень больно. И помочь мужчине увидеть бесперспективность этих отношений, для меня это была задача номер один. Я считаю, что женщина должна обладать невероятным искусством и учиться искусству расставаться и встречаться. Вот расставание с мужчиной, который тебе перестал быть интересен, и которого ты разлюбила, это очень и очень важный и очень насыщенный смыслами этап жизни, где ум женщины, её душевность, её чистота, её красота должны проявиться полностью. Вот когда я это почувствовала, то я сказала своему мужу, если ты найдёшь себе другую женщину, поживёшь с ней и захочешь вернуться в прежние отношения, мы с тобой сядем и поговорим. Потому что этап осознания того, что ты чувствуешь, ко мне, к себе самому, кто ты. И для меня этот этап важен, потому что меня уже в наших отношениях нет. Я это не чувствую. Может быть, я это почувствую. Этого никто не понял тогда. И это было уже как бы давно, уже это было лет, наверное, 18 назад там или сколько, да? Мужчина не поверил, что я могу так сказать, вот хотя мы прожили вместе жизнь, что я могу так к этому отнестись, что я искренне хочу сохранить самое ценное, что в наших отношениях было, и, может быть, увидеть наши отношения со стороны, может быть, найти в себе то, что ещё живо. Это был важный момент. К сожалению, он не поверил в искренность моего отношения к этому. К сожалению, он так и не захотел этого сделать. И он понял это уже тогда, когда прошло очень много лет, когда уже мы были в разводе, и прожили в разводе почти 10 лет. И вот когда он это понял, он действительно по-настоящему вернулся к себе. И он стал жить свою жизнь, а не жизнь в привязанности, комфорту. Потому что я уже говорила, что я для семьи очень комфортный человек, но и для отношений очень неудобный. И поэтому вот здесь вот для меня вопрос о том, как у тебя или как у меня это было. Ну, мужчина может вернуться к женщине, которую он разлюбил, или нет? Ну, вот смотри, я отрезаю два момента. Сначала на то, что ты чуть ранее сказала насчет того, что не бывает без боли, без переживаний, без страданий. Я думаю так, что есть страдания в любви, и есть страдания без любви. Есть боль в любви, и есть боль без любви. И вот когда это окрашено любовью, нынешней, уходящей, приходящей, ну вот есть до этого чувства, понятно, что не бывает гладких дорог, и жизнь, она сложная, и мы сложные сами по себе, мы как бы каждый человек вселенной, мы себя не знаем до конца, да? Тут надо что-то вместе выстраивать, и где-то оно не стыкуется, не складывается. И это большое усилие, большое мужество осознать это, да? И что-то сделать, чтобы что-то изменить. В этом смысле, да, страдания, да, конечно, да, боли, да, трудности, да, но когда они окрашены любовью, это потрясающе, это очень важно. Твоей любовью, а женщина, вот представь себе, что вот ситуация другая. Когда я говорю любовью, я говорю любовью взаимной, хотя, может быть, по-разному, да? По-разному. Может быть, и так далее. Вот. Я, и здесь, знаешь, вот мне кажется, что очень важно во всём этом. Каждая история, повторюсь, уникальна. Каждая, да, каждая удивительна. Только находясь внутри, став этим человеком, ты сможешь оценить до конца, понять, почему он так поступил, почему не поступил, да? Вне, извне, это практически невозможно. Извне мы будем видеть только одну из четырёх вот этих картинок, да? Так или иначе. Да. А изнутри их миллион. Там нет четырёх. Да? Каждая уникальна. И вот мне кажется, что... И вот тут я вспоминаю случай, о котором вот чуть ранее ты говорила, я вспомнил. Был случай, вот я сейчас про себя, да? То есть, когда ты меня всё время на это вытягиваешь, я вытягиваюсь. Да, о себе только о себе. Да, про себя. Вот. Ну, мальчишка, первый курс мы поступили вот в университет, физический факультет, и вот на первом курсе ребята, мальчики, да? Ну, вчерашние школьники, мы вчера в школе учились. Мы собрались, и у нас как-то так зашёл в общежитие разговор о любви. Ну, вот время, да, тема, понятно, да? И мальчишки, да, о чём говорят здесь? У нас получился очень хороший разговор, и вот там пришла мысль, вот в этом разговоре. Она у меня родилась, я её высказал, и вот ребята как-то вот согласились, приняли её. Каждый человек ищет другого, свою половинку, да, как мы говорим, да? Он её, она его, и он хочет. Я хочу, чтобы она была умной, красивой, заботливой, внимательной, нежной там, ну и так далее, и так далее, да? Я же хочу этого, я ищу такого человека. А потом мысль. А ведь она, другой человек, ищет тебя и хочет, чтобы ты был умный, красивый, внимательный, заботливый, нежный и так далее. И тогда, может быть, не искать, а себя делать, с собой что-то делать, себя изменять, себя совершенствовать, да? И в этом смысл жизни. Совершенствуй себя, да? Делай себя так, как ты считаешь нужным. Становись самим собой. Находи, ради чего ты пришёл в эту жизнь, да? Где у тебя гармония с жизнью, с твоими делами, с отношениями, стань собой, и ты тогда найдёшь того другого человека, который ищет тебя такого, каким тебя Бог задумал, а не каким ты вот стал вот пока ещё в этот момент. Он нас задумывает, ну не идеальными может быть, но уникальными. И вот к этой уникальности к своей нужно прийти. И вот в чём смысл. И тогда зарождается любовь, и тогда она живёт. Вот простой пример по жизни. Когда вот молодые, очень юные, вообще хочется, чтобы хоть кто-то тебя полюбил, хоть кто-то к тебе оказал какое-то внимание, и ты смотришь на человека, на мальчика там, на юношу, и он там ходит с какими-то ракезами, или дредами, и там где-то танцует, или что-то делает, слушает металлику, или увлекается футболом, и ты тут же рядом, я такая, я такая. Тебе не нравится ни Виталика, ни ирокезы, ни футбол, но ты говоришь, я здесь, я готова рядом с тобой быть, я готова с тобой идти на баррикады, как бы вот всё, я такая же, как ты, вот я для тебя. Заканчивается всегда плачевно, потому что ты не такая. Вот я после того, как ушла первого мужа, я себе запретила вообще придумывать какие-то симпатии, антипатии, что мне нравится, что мне не нравится. Быть собой, жить свою жизнь. То есть я перестала врать. Если я не люблю там что-то, не люблю какую-то классическую музыку, а какую-то люблю, значит, я это люблю. Когда я понимаю, что я в какие-то моменты жизни люблю любую музыку, и воспринимаю всё, то я стала говорить, вот в данный момент я это слушать не хочу, мне это скучно. Когда мне говорят, ты читала эту вещь, ты же знаешь, что о писателе. Да не читала, я читать не хочу. И врать не буду. То есть вот когда мы говорим о мелочах, каждый человек действительно уникален. Мне кажется, что вот семья – это как раз вот та территория, где ты настоящий. И ты просыпаешься с неумытой там, или заспанными глазами, с какими-то торчащими космами в разные стороны. Когда ты можешь ходить там в халате по квартире, хотя это может всем не нравиться. Когда ты хочешь поесть то, что ты хочешь. Когда ты у тебя свои собственные, когда твоё собственное я проявляется в каких-то таких совершенно непонятных никому мелочах. Когда ты храпишь, когда ты сопишь, когда ты любишь купаться, и сколько ты на это время. Это вот какие-то такие черты твоей индивидуальности, которые для тебя, может быть, ты их не замечаешь, но они для тебя очень ценные, потому что это выражение твоего «я». И на каком-то этапе жизни тоже были иллюзии, какого мужа я хочу, или какого мужчину я хочу. Но уже когда я стала постарше, то я себе говорила, чего я не хочу. Потому что я понимала, что встречаешься с человеком, не зная его, он может быть совершенно разный, он может быть совершенно непонятный тебе. и вот в момент встречи мы всегда встречаемся неготовыми к отношениям. Но требования к мужчине у меня совершенно исчезли. Я уже не говорила, чего я хочу, какой он может быть. Но у меня появились требования на каком-то этапе, чего я не хочу видеть в своем мужчине. То есть я не хочу, чтобы он был бедный, чтобы он был какой-то больной, чтобы он был алкоголик, чтобы он был злой, жестокий. То есть отрицания нет. А потом просто жизнь меня научила, что если мужчина проявил к тебе интерес и назвал тебя, как мы говорим, по имени правильно, или обратил внимание на дорогую тебе мелочь в тебе самой, тебе нужно сделать то же самое. Отклик. Иначе ты не увидишь человека. Иначе ты будешь видеть только те штампы, которые ты для себя навесила. Завтра эти штампы могут рухнуть. Просто вот в истории, которые были в моей жизни, я больше всего боялась, что не дай бог меня в жизни столкнет человеком, который пьет, настоящий алкоголик, и у которого нет работы. Но я думаю, это будет полный финиш. Но тем не менее, последний мужчина в моей жизни открыл мне, что пить можно бросить мгновенно, если тебе интересно жить рядом, что и произошло. А отсутствие работы не означает отсутствие дела жизни. Но для того, чтобы это увидеть, мне нужно было сделать какие-то усилия над собой. То есть сказать, нет, подожди, а увидь интересное, а посмотри, почему вот этот мужчина обратил на тебя внимание, ходит за тобой, ездит, присматривает, с кем ты там разговариваешь, встречаешься, пишет тебе какие-то письма, и вообще звонит, начинает делать какие-то подарочки и так далее, и так далее. То есть мы в юности говорим, я хочу, чтобы он был такой, 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 такой. Мы становимся старше, переходим на второй этап любви, проходим через привязанность, от которой готовы отказаться, и начинаем говорить, нет, пусть лучше вот он будет такой без этого, без этого, без этого, без этого. Но делаем ещё шаг и говорим, пусть он будет собой. Вот это желание, пусть он будет собой. Пусть будет мужчина, который будет мне интересен, потому что он такой, какой он есть. Вот со всем, что у него там есть, со всеми недостатками, достоинствами и опытом. Тогда получается пазл. Потому что когда ты начала говоришь, что сначала хочу быть таким, а потом хочу, чтобы чего-то не было, это же одно и то же, только с другой стороны. И там, и там ты стоишь условием, хочу или не хочу. А на самом деле об этом постоянно говорят, принимай человека таким, как он есть. Вот он такой. Но надо же помочь открыть, да? Чтобы принять его таким, как он есть, в тебе должно быть что-то, что это принимает, таким, как он есть. То есть здесь вот случай, совпадение, вот игра, это вот ему так было угодно, чтобы мы встречались или не встречались. И счастье, когда встречаемся и слышим это, вот звон какой-то внутри начинает раздаваться. Поэтому с одной стороны, это великая тайна, это таинство, да? И вряд ли мы к этому можно подготовиться, и вряд ли можно выработать некие правила, да, как лучше, чтобы найти, чтобы встретилась, чтобы любовь пришла и так далее. Вот боюсь, что здесь нет решения. И тогда, а делать что-то нужно, жить что-то нужно, да? И вот тогда я возвращаюсь к мысли. Делай себя, живи свою жизнь, вот к себе прислушивайся, да не ищи ты никого. Вот проживай вот то, ради чего ты в эту жизнь пришел. И тогда быстрее найдется тот, который вот откликнется, да? Потому что ты засвечишься, когда ты будешь свою жизнь проживать. Ты станешь виден, да? Ты поднимешься, да? Вот над толпой, что ли, да? Если можно так сказать. И вы увидите друг друга. Вот если как бы говорить о том, как надо. А другое дело, когда у вас это возникло, и когда это чувство, и любовь, и жизнь, и принятие, да? Принятие именно таким, каким ты есть. Это не значит, что я спокойно отношусь к твоим каким-то неправильным словам. Они меня могут зацеплять. Да, ты мне дорог, и я буду эти слова убирать. Ты мне дорог, и я от этого хочу избавиться. Мы же несовершенны. Это тоже процесс саморазвития, но уже вместе, вдвоем, да? Когда возникает вот это... Знаешь, когда я понял, что я люблю? Ну, это понятно, такая детская... Всё равно. Это интересно. Ну как, 9 класс. У нас была девочка, в школе мы как бы дружили, потом они уехали в другой город, мы начали переписываться. Это была такая дружба, да? Вот переписка. Мальчик и девочка. 9 класс. Вот уже 9, начало 10. И если помнишь, был такой фильм, сериал «Освобождение». Да. Николай Алялин играл главную роль. Большой такой хороший фильм про Великую Отечественную войну. И вот там был сюжет. Я смотрю одну из серий, она в другом городе, мы переписываемся. Я смотрю фильм, и там сюжет. Варшава, немцы, оккупация. И вдруг улочка перекрывается с двух сторон, облава. Немцы, так сказать, перекрыли. Это вместе за то, что там партизаны что-то сделали. И те, кто не успел выбежать с этой улицы, их к стенке расстреляли. Людей, просто прохожих. Я не знаю, почему. Наверное, так пришло время, да? И всегда эта форма приобретает свою у каждого. Я не знаю, почему, но у меня вдруг мысль, что моя Светлана, моя девочка, да, с которой мне нравилось, она могла оказаться там. Вот это страх потери, потерять человека. И я понял, я осознал, что я ее люблю. Вот что для меня любовь. Это страх потерять то, что для тебя дорого. И тогда ты живешь так и делаешь все для того, чтобы не потерять. Это интересный опыт, но я задам тебе один очень такой коварный вопрос, наверное. Ну это сегодня день коварных вопросов, да. Скажи мне, пожалуйста, вот я понимаю, что в твоей жизни была не одна женщина. Это естественно. В моей жизни тоже был не один мужчина. Но вот назови мне, что ты помнишь о женщине, которая была твоей первой любовью. Не девочка в девятом классе, женщина, которую ты помнишь как свою первую мужскую любовь. Какая мелочь от ее настоящести, проявление ее самой до сих пор вызывает тебе улыбку и радость того, что в твоей жизни этот человек был. Ну вот я как бы с тобой согласен, что человек проявляется в деталях, в их отношениях, в деталях, в мелочи, в отношениях. Знаешь, я тебе сейчас скажу, она подарила мне на день рождения волейбольный мяч. Мы еще только встречались. Вот просто волейбольный мяч на день рождения. Вот это меня волейбольный мяч и не дарит на день рождения. Почему? Ну не знаю, не принято. Но для меня это было каким-то особым таким знаком. И тогда я понял, что, наверное, очень важно, когда человек внимателен. Где-то в разговоре мелькнуло, что я там, так сказать, играл когда-то в детстве. Вот, наверное, да, почему и так далее. Вот. В тот момент я не играл в волейбол, но как бы ни было возможности уже взрослый, и вот это внимание к деталям, к мелочам, к нюансам, и когда другой человек это замечает, берет и с этим что-то делает, несет это, и в какой-то момент делает подарок, и в какой-то момент что-то еще происходит. Так? Вот это для меня, наверное, очень важно. И тогда я понимаю. И еще один пример, если из своей жизни, да, то это не была любовь, это было просто знакомство, но это были, это была симпатия, да? была конференция, мы познакомились с одной женщиной, она была с двумя своими студентами, она преподаватель вуза, я преподаватель вуза, была большая конференция, целую неделю, мы там общались, потом и дружили, вот были хорошие такие нормальные отношения, но вот, наверное, симпатия какая-то была, и когда мы уже расставались, она спросила у меня, помнишь, когда ты на меня обратил внимание? Ну, то есть уже какое-то, какое-то внимание было, да, то есть не было, вот повторюсь, каких-то там чувств, но внимание было, не просто человек, а женщина, интересный человек, интересная женщина. Я говорю, не знаю, она говорит, на второй день, когда мы уже, было открытие конференции, и нам раздали такие бейджики, и мы сами должны были вписать вот свои фамилии, а накануне я видел почерк, когда они там что-то там писали, и я им сказал, так, где у девушки, она и две студентки, давайте, я знаю, какой ваш почерк, я напишу ваши фамилии, впишу ваши бейджики, и дальше она говорит, когда ты стал вписывать мою фамилию, ты стал писать медленнее. Какая наблюдатель, вот поиск. тогда для меня вот это стало хорошим примером, я с тех пор вот тоже обращаю внимание на вот эти детали, а когда это вот зарождается, да, в какой детали, вот это в мелочах, и поэтому вот это внимание к деталям, к нюансам, к каким-то еле уловимым запахам, звукам, взглядам, да, поворотам, да, вот из этого жизнь состоит, из этого состоит чувство, из этого состоит любовь, и любовь, это, наверное, непрекращающаяся череда прекрасных деталей. Ну, наверное, наверное, да. Но для меня вот, что еще интересно. Мне кажется, что любовь покидает людей, пары, будем так говорить, когда они теряют интерес друг к другу. Именно перестают видеть и не хотят видеть. Потому что накопившиеся детали и мелочи, которые они уже увидели, говорят им нечто, что дальше это уже неинтересно. Такое, мне кажется. Но я хочу тебе спросить, тебя еще один такой, задать коварный вопрос. Измена. Что такое измена? Измена. Тебе изменяли женщины? Не знаю. Ты изменял женщину? Что за вопросы такие? Ну, хорошо. Не будем, ладно. Не хочу, не хочу как бы, да, углубляться. Но что такое для тебя измена? Вот представь, что женщина, с которой ты живешь много лет, твоя жена, которому ты абсолютно друг доверяешь, тебе изменяет. Что это такое? Измена женщины. Наверное, вот тут вы в этой ситуации, как и в других ситуациях, да, но я так устроен, я задаю вопрос себе, что я сделал не так, что во мне произошло не так, что моя вина, что это произошло, так? И мне кажется, это правильный вопрос, хотя я могу быть абсолютно не виноватым, но все равно, вот, наверное, что-то во мне, я начинаю в эту сторону смотреть. Вот. Хотя, как я понимаю, это очень больно. Больно, потому что, и ты знаешь, что здесь может быть, наверное, вот я сейчас так обобщаю, какой-то свой опыт, там, и может быть, не только свой опыт, вот когда люди не говорят правду друг другу, и это как бы трудно сказать правду, что-то в чувствах происходит, что-то, допустим, меняется, да, и тебе не хватает, я не знаю, слова не найдешь, или ищешь случай, чтобы было более удобно, затягиваешь вот это высказывание правды, да, но вовремя несказанная правда, она приводит у другого человека к иллюзии, что все, все по-прежнему, все иначе, все хорошо, так? Я не вижу вот этого сигнала от тебя, да, не уловил, и тогда ты, а у тебя уже что-то изменилось, что-то происходит, измена, например, так, вот это очень больно, вот это очень больно, ты то живешь в той жизни еще, в том отношении, в том чувстве, которое было, да, и ты не понимаешь, как, почему, что произошло, за что, да, вот, поэтому в данном случае, вот ты права, и мы об этом много говорим в последнее время, я вот с тобой согласен, и Олег, нужно говорить правду, нужно находить в себе мужество, ну и повторюсь уже тысячу раз до булга, когда правду говорить легко и приятно, конечно, не легко, но приятно, вот, когда она сказанная правда, она действительно делает тебя легче, вот, снимает огромный груз из души и сердца, открывает тебя для любви, для других отношений, если нужны действительно другие отношения, или открывает дорогу к возрождению отношений, тогда я ей говорю, говори правду, да, и всё будет. Ну, это, наверное, конечно, разговор очень непростой, я очень внимательно всегда относилась к вопросам измен, потому что я не могла изменить человеку, с которым я жила, это вот как бы настолько ломало мою природу, это привело к тому, что я вообще мужчинам в глаза не смотрела, даже на улице, я поняла, почему женщины носят паранжу, я поняла, почему требования Востока, да, не поднимай глаза на мужчину, я понимала силу, вот эту, которая может во мне проявиться, и забрать меня из семьи, из привечного образа жизни, я даже не смотрела мужчинам в глаза, потом это всё изменилось с возрастом, но я понимала вот эту причину, я понимала, как, где и как начинается измена женщин, она всегда начинается с мечты о других отношениях, может быть даже с этим мужчиной, это всегда мысли, которые никогда никакой мужчина проконтролировать не может, это в тот момент, когда женщина либо ложится отдыхать, либо садится у телевизора, или с книгой за окном, когда она поднимает глаза к небу, или смотрит на природу, и просто о чём-то задумалась, в этот момент она начинает мечтать о других отношениях, как только она стала мечтать о других отношениях, это уже измена, это измена себе самой поиску того, чтобы выстроить существующие отношения так, как они тебе нужны, это ложь самой себе о том, что другие отношения с мужем невозможны, это такая хорошая тихая гавань, потому что в этих мечтах, даже не изменяя своему мужу, женщина может жить очень долго, всю жизнь, она будет мечтать о том, как она встретится с кем-то, и ничего не делать для того, чтобы эта встреча состоялась, то есть она начинает жить двойной жизнью, и одна она в семье, как некая мёртвая каменная родина-мать, она готовит, она убирает, она стирает, она всё выполняет, к ней нет вопросов, и мужчина начинает чувствовать себя рядом с холодной, очень правильной женщиной, к которой он привязан, не понимая источник этого холода, потому что совсем другой в своей жизни, в своих мечтах, в своих мыслях, она совершенно иная, она страстная, она готова любить, она хочет по-другому, и вот это основа измен, я это видела в очень многих женщинах, и могу это сказать, в мужчинах мечта о другой женщине живёт? Ну, наверное, не столько о другой женщине, а действительно о других отношениях каких-то иных, может быть развитие отношений, может быть чего-то ему не хватает, наверное, мы сложные, мы меняемся, сложились какие-то отношения, традиции, хорошие, добрые, тёплые, вот этого, когда на какой-то период достаточно, а потом что-то происходит с тобой, мы действительно меняемся, чего-то в нас начинает пробуждаться, ранее не пробудившееся, что-то произошло, мы взрослеем, мы мудреем, мы глупеем, ну, по-разному, да, ну, это жизнь, да, вот, и, соответственно, другой я, а я уже другой, да, и, конечно, как бы я начинаю искать чего-то другого, и вот тут, наверное, вот это вот, как камертон, да, когда вдвоём, если другой человек начинает это чувствовать и слышать, и к этому относиться, вот, и пытаться, как бы, ну, не подстроиться, вот, сложно всё, тут слов не найдёшь, тема такая, блин, это просто, да, да, ну, надо же когда-то об этом говорить, Серёж, надо говорить, вот здесь говорят методологи, не так можно грубовато к этой теме, в этом месте надо потоптаться, вот, то есть, как бы, вот просто не спеша, и не один раз, да, вот, начинать об этом говорить, в процессе говорения, в процессе вот что-то будет рождаться, рождаться понимание, рождаться отношения, рождаться другое какое-то чувство, и рождаться вот эта вот радость того, что надо говорить правду, да, и это нужно, это важно, да, и, может быть, эта правда, она либо усилит, и мы найдём новый вариант, наших отношений, Либо мы найдём какой-то вариант совершенно другой сегодня. Загадывать нельзя. Вот это я понял однозначно. Выстраивать что-то, некую модель, и к ней потом двигаться, абсолютно нельзя. Вовне решение находится не вовне, а не находится внутри. Вот что-то внутри. Чувствуешь не так, чувствуешь что-то происходит, начинаешь с собой разбираться. Начинаешь что-то с собой делать, что-то искать, что-то находить, что-то делать. И оно потом проявится вовне. И вот эта взаимная работа двоих с собой внутри будет приводить к тому, что их внешние отношения тоже будут как-то выстраиваться. Совсем не обязательно вернуться в исходную комбинацию. Совсем не обязательно то, что мы могли себе представить. Мы представить сейчас не можем, что это может быть. Но я думаю, что скорее всего это будет хороший вариант, так скажу. Хороший вариант, который мы примем и будем принимать. Ну, у нас сегодня получился такой разговор на очень такую кусачую тему об изменах. Ну да, понятно. В общем-то. Потому что мы в нашей традиции, в нашей культуре, один мужчина для одной женщины. И мы себе не представляем, как можно этим поделиться, и как можно на это посмотреть, как на некую школу любви. Но, наверное, здесь всё очень непросто. И у каждого человека, как ты говоришь, своя судьба, свой путь. Но мне кажется, что вот без разговоров об этом... Для меня, например, измена – это всегда побуждение к изменению отношений. Корень один и тот же. Изменить отношения, измениться самому, изменить человека, который рядом. И потом уже изменить человеку, который рядом. В этом смысле, извини, я перебью тебя, но это, конечно, так весело, да, или как бы с шуточкой. Но вот кто-то из наших советских поэтов сказал, «Любимая, да я не изменяю, но только как же я узнаю, что в мире нет прекраснее тебя?» Ну да, да, так оно и есть. Друзья, я ещё хочу, Данис, мы заканчиваем, да? Да, заканчиваем. Вот я говорил Лене, что вот я хочу как бы вот номер автомобиля. Да. Он в этом номере автомобиля, на котором ты замечательно, так сказать, ездишь так слихо по улицам города Киева, красиво, скажем так, как всё, что ты делаешь, Лен, красиво, и говоришь о любви красиво, и ездишь красиво, и пишешь красиво. Просто красивая женщина, да. Поэтому вот любовь – это твоё, это твоя сущность. Вот. Так вот, может быть, не зря номер автомобиля случайностей не бывает. Там две цифры – 8 и 8. 88. 88 говорят, я не знаю, но говорят на языке радистов, да, вот Азбука Морзе – это «я тебя люблю». Поэтому твои 88… Говорят о том, да, что я люблю людей, этот мир. И самые сложные темы для меня самые интересные. Поэтому ещё будем об этом говорить. Готовься к коварным вопросам. Я всем мужчинам буду задавать коварные вопросы в теме любви, потому что они по-настоящему интересуют женщин. Потому что, к сожалению, мы как-то разучились дома трапезничать и беседовать. Слишком быстро живём, слишком быстро бегаем, всё на ходу. Очень хорошая традиция. Да. И вот она на присущем. Её нужно возвращать. У нас она есть, поэтому это очень хорошая традиция. Именно говорить. Близкие отношения. Я просто желаю всем, кто понимает, что им это нужно, вводить, возвращать в традиции близких отношений трапезу и беседу. Потому что без этого мы перестаём быть людьми. Без этого мы очень быстро пробегаем жизнь. Не могу, извини, Лен. Опять же, был Булгаков. Как было сказано, что недоверие, как-то он сказал, вызывает мужчины, которые не любят застольные беседы, хорошего вина и разговоры с женщиной. Замечательно. Так что, друзья, до следующих встреч. Разговоры о любви, диалоги о любви обязательно продолжим. Потому что этим надо жить. Это по-настоящему классно. Когда ты живёшь любовью, ты чувствуешь, что ты живой. Всем этого желаю. И до скорых встреч. До свидания. Любите, да любимы будете.